У Гомельским областным музеем военной славы незвычайная экскурсия. Ознаймлению непосредственно с экспонатами на этот раз другая увага. Головное – удел упознавальной гульни «Юный патриот» – это для учняв молодших классов. Спочатку некаких загадок на военную тематику, потом рухомые гульни. Правда, золиком места проведения и взрослых удельников, организаторы вырешили обойтись сякиданием поветранных шаров, и бэдай самый великий азарт – подчас конкурсу на опранание военной формы. У учняв третьего класса отрымливается не вельми добра, але это и неголовная. У администрации музея подкресливают подобные гульни, наилепшая махчимость проявить детям любого наведывания таких установок и одночасово выхвать у их почутё патриотизму. Они позволяют популяризировать сам музей, популяризировать музейный предмет, развивать чувства и патриотизма, развивать чувство тягу к изучению своего прошлого. У Вогули такие квесты, заява у свете расповсюдженная и заснованная на науковых распроцовках. Супроцовники Гомельского областного музея военной славы рыхтовали их у отповедности с местовыми реалиями. Неде с 10-ти годов, например, можно подспробовать свои силы у следшей справе. Музейный детектив разгортывается у музея криминалистыки, где собраны заправданные материалы, передаденные правоохонными органами. Отрымливается нечто на штат початкового курса на посаду помощника Шерлока Холмса. Это дедуктивный метод, конечно, вырабатывается. На внимание, конечно же, в первую очередь, дактилоскопия та же самая. Ну и другие такие интересные моменты, связанные с историей криминалистики. У Гомельского областного музея военной славы кажут, что больше активный удел у познавальных гульнях поколь принимают школьники. Студенты и дорослые, те соромятся, те у Вогуля, по такой мягчимости еще не ведают. Хоть у музея их так само чекают. Правда, к рыху поздней. С на заходом теплых ден у музея пошнутся гульни для дорослых. И они будут проходить на открытой плясовце, как выполнять задания, у денег им придется, и у медицинский вагон трапить, и на танк залезти. Занять, так кажуть, вельми захопляющие. Олег Синчаров, Йогин Макеенко, Телерадо, компания Гомель.